Информационная продукция для детей, достигших 14 лет. Сегодняшний выпуск программы посвящен теме туризма нашего региона, Магистауской области, ведь это направление сейчас довольно-таки перспективно и востребовано. Гости нашей студии Нурадил Имангалиев, руководитель управления туризма Магистауской области, также Марат Сюников, проектировщик по специальности и автор проекта «Скальная тропа». Добро пожаловать в нашу студию. Очень рада вас видеть у себя в программе «Есть что сказать», ведь сегодня нам действительно есть что сказать. Да, добрый вечер. Спасибо. Так, давайте начнем. Нурадил Имангалиев, скажите, пожалуйста, какие инновации существуют в сфере туризма? Как изменилась сфера за последние годы? Да, добрый вечер, уважаемые телезрители, уважаемый Саида. В первую очередь, хотел поблагодарить вас о том, что вы пригласили на такую передачу. Развитие туризма всем известно за то, что является одним из ключевых драйверов роста экономики. И в целом развитие туризма уделяется особое внимание. Что касается инноваций, то, как всем известно, продвижение любой деятельности в сфере производства услуг, товаров, работ невозможно без внедрения каких-либо новых технологий. И поэтому с учетом изменения текущих событий на рынке, с учетом изменений потребителей, внедрение каких-либо новых технологий в сфере туризма, оно придает импульс развитию. Потому что результатом внедрения таких технологий позволяет увеличивать поток туристов, привлекать инвестиции, увеличивается прибыль. И в целом, как раз одним из таких ярких примеров, к примеру, у нас в области в прошлом году реализованы два проекта. Одним из таких ярких проектов это гостиница «Эко-глэмпинги». Оно чем отличается от палата? Тем, что они изготавливаются из эко-материалов и имеют свой, своеобразный дизайн, интерьер. И в целом, инновации это повсеместно, это повсюду. Любой турист, любой житель, допустим, обыденно, мы сталкиваемся в век цифровых технологий. То есть, любой турист, допустим, если хочет посетить Актау, Мангсталу, он, допустим, набирает в интернете сайт, к примеру, у нас функционирует Мангсталу Трэвел, либо набирает в Инстаграме, либо в ТикТоке. И там, получается, появляются разные рода видеоролики, фотографии, либо заходят на TripAdvisor, либо на Booking, и там они могут зарегистрироваться. Все эти технологии, они как раз функционируют. И по прибытию в регион, соответственно, любой турист, любой гость, в первую очередь, может заказать такси. Опять же, все это онлайн, то есть, есть приложение специальное, Яндекс, такси, к примеру, и другие. И в целом, и в местах размещения тоже внедряются разные технологии. Это у нас отели. Это отели, да, это бесключевые такие доступы к дверям. И в ресторанах, к примеру, и в отелях, в местах, где побывает любой гость, турист, он имеет право полностью, допустим, оплатить бесконтактные платежи. А насчет глэмпингов, они у нас находятся за городом, да? Они находятся, да, в Монолинском районе. Они находятся в Монолинском районе, в местности Козелкум, на побережье. Еще вопрос насчет их местоположения. Можем ли мы также развивать город? Вообще, насколько это выгодно, насколько это правильно, такие вещи строить за городом или в самом городе, делать это доступным? Ну, выгодно, с точки зрения, почему сейчас наблюдается поток туристов. Из года в год наблюдается поток туристов. Этому подтверждают статические данные. По итогам 2023 года к нам Магистовская область посетила более 390 тысяч людей. Из них отечественных туристов составило более 350 тысяч человек. И иностранные граждане более 40 тысяч. И по сравнению с 2023 годом, рост наблюдается на 25%. Из числа иностранных граждан у нас больше половины составляет граждан Российской Федерации. Кроме того, там 22 тысяч человек, согласно со данным. И кроме того, на вторых, на дальнейших позициях, это у нас такие страны, как Китай, Иран, Италия, Великобритания и другие. То есть география стран расширяется. Заинтересованность туристов к нашей природе, к нашей удивительной истории, к нашим сакральным местам, к нашему Каспийскому морю уделяется особое внимание. Поэтому поток туристов увеличивается из года в год. И для, конечно же, для обеспечения услуг, предоставления мест размещения у нас имеется мера господдержки. Что я хотел сказать касательно мест размещения. У нас в области зарегистрировано 101 мест размещения. Это гостиница с рестораном, это база отдыха, это хостелы, это однодажное бунгало. И в целом я бы хотел отметить то, что в сфере туризма для субъектов бизнеса имеются меры государственной поддержки. Имеются меры государственной поддержки, такие как, допустим, любой желающий предприниматель или инвестор, готовые вложить в строительство гостиницы, либо хостела, имеют право получить возмещение в части затрат на 10%. Там есть свой определенный порядок. И все это делается для того, чтобы увеличить количество мест, для того, чтобы обеспечить размещение туристам. На этот счет у нашего второго спикера хочу спросить. Марат Сюников, вы как автор скальной тропы, да? Какие вообще основные принципы и концепции вы учитываете при проектировании туристических объектов или мест? Допустим, вот как насчет глэмпингов интересных? Ну, я бы начал со скальной тропы, в общем-то, да, и больше о вопросах, которые нуждаются в проработке. Вот, то есть у нас есть такой объект, скальная тропа, вот, объект очень популярный. Это видно по количеству людей, которые отдыхают на этом объекте. Вот, его положение создано таким образом, что оно находится в низине, между скалами и море. Никакой городской суеты там нету, там определенный микроклимат. И поэтому, конечно же, это людям полюбилось это место. Вот, и стало достопримечательностью Актау, когда приезжают гости, то самый живописный променад, конечно, это по районе скальной тропы. Вот. Объект этот строился также с учетом всех необходимых требований, то есть органично вписался в окружающую среду, выполнен безопасно для прогулок. Вот. И хотелось бы, чтобы он и продолжал, продолжал развиваться, вот, потому что объект такой динамичный, вот, вот, и очень много в нем есть программ, которые делают его лучше. Вот. Этот объект состоит, в общем-то, из четырех таких, я расскажу о содержании, которое, это основной проблемный вопрос сейчас, вот, потому что содержание у нас здесь сейчас страдает немного, да. Вкратце объясню, что, какие проблемные вопросы. Значит, скальная тропа у нас состоит из четырех таких разделов. Это, первая очередь, это безопасность, то есть управляющая компания должна смотреть за безопасностью, за обрушением скал, за безопасностью людей, находящихся, и санитарным состоянием. Второе, это сам непосредственно декинг, то есть это настил, это перила, которые тоже должны быть в хорошем состоянии, в общем, да, и регулярно ремонтироваться, да. Третье, это освещение, освещение скал, освещение непосредственно тропы. Это система Philips, это очень непростая технология, и которая нуждается, безусловно, в обслуживании, и в регулярном хозяине, вот, чтобы это работало всегда, то есть всегда должны быть там руки быть, то есть должна быть управляющая компания. Вот, и четвертое, это видеонаблюдение. По всей территории скальной тропы расположены 140 видеокамер, выведено это сигнал на пункт полиции, пункт полиции существует, существуют также туалеты, предусмотренные этим проектом, их три, вот, и все то, что я перечислил, нет ни одного момента, который был бы решен. То есть сейчас это все находится в состоянии таком, ну, будем так говорить, удовлетворительном, то есть люди ходят, иногда работает, иногда не работает, что-то, да, вот, в прошлом году была управляющая компания, которая следила за этим, в этом году конкурс не объявлен, или не знаю по каким причинам, вот, хотелось бы, конечно же, получить поддержку Накимата в этой области, да, чтобы была управляющая компания. То есть мы понимаем, что если у объекта нету хозяина, то он, безусловно, разваливается. Это, то есть аксиома, если нет рук, то это будет уходить, соответственно, в хаос. Вот, поэтому это одно из самых таких основных пожеланий, да, для того, чтобы этот объект дальше продолжал радовать и жителей, и туристов. Вот, и вопрос еще по пещере, которая у нас на территории скальной тропы есть, и тоже является местом посещения. Закрытым. Да, она сейчас закрыта. Вот я сейчас тоже в нескольких словах об этом поговорю. Значит, пещера — это уникальный объект, это уникальный объект, там такая акустика, мы устраивали несколько раз там концерты, вот, играла живая музыка, на дамбре играли, на национальных инструментах, играли на гитаре, на саксофоне, то есть пели, танцевали, то есть сам по себе этот объект очень привлекательный, и он, безусловно, должен украшать наш город, и горожане должны этим пользоваться и наслаждаться этим. Вот, во время строительства наверху там жилого комплекса, значит, было принято решение закрыть пещеру и провести исследования. Эти исследования проводились в моей компании, вот, и мы проводили исследования на подвижность скальных обрушений в пещере. То есть, когда велась работа по фундаментам, то есть была высокая вибрация, заливали, копали и так далее. У нас стояли там приборы, и все фиксировалось, все подвижки, все какие-то возможные трещины, возможные обрушения. Это все запечатлено в отчете, вот этот отчет с даунпокемат, ни на один миллиметр ничего не сдвинулось. То есть, все работает, ничего там не падает, ничего не падает, и открывать ее можно смело. Открывать смело нужно, но так же, как и во всей скальной тропе, во всем скальном массиве, необходим постоянный мониторинг, необходим хозяин, есть специальная программа по обслуживанию этих обрушений, то есть исследование в случае подвижки какого-то места, санкционировано его обрушение для безопасности, и дальше люди пользуются, дальше можно ходить так же. Вот этого нету сейчас, то есть управляющей компании нету, поэтому мы от этого страдаем, безусловно. У нас сейчас сезон начинается, люди приезжают массово, проходят, решетка лежит, все, и решетка посмотрели, свет там горит, что-то там есть, а пройти туда нельзя. То есть это вопрос, именно что, если мы не можем, получается, организовать, то нам нужно это запретить. То есть это вот такая вот формулировка, с которой мы сталкиваемся сейчас. То же самое касательно мест купания. Этот же тезис может подойти и сюда. То есть если мы не можем организовать людям пляж, что касательно у нас места закрытого купания, если недавно видели в публикациях, это у нас по городу от Каспийской ривьеры, значит, и в сторону памятника Тараса, спуска Тараса, это то, что в городе касательно. А за городом дикие места, это у нас Саура, 43-й километр, потом Голубая бухта, вот, отличные места. Люди специально приезжают в наш регион, чтобы эти места посетить, чтобы прийти и там купаться. Почему мы их запретили, их к использованию? Почему являются это местом опасного использования? Почему-то? Я понимаю Шора, то есть канал, где какие-то там водовороты, что-то там происходит там на дне, там и людей засасывает как-то. Да, запретили, закрыли, все логично. Те места, которые всегда пользовались, открытый берег моря, просто открытый песок, почему мы его запрещаем? В сторону Узеня, в сторону Киндерли, там у нас закрытый участок Токмак. То же самое, открытый берег, песок, люди приезжают на дикий берег, чтобы искупаться, чтобы там провести время с палатками. Мы их туда не пускаем. Мы не пускаем, потому что это запрещено для Комму. Почему мы туда их не пускаем? Потому что мы не можем организовать их небезопасный отдых. То есть это вот касательно той же самой темы. Если у нас не получается организовать, значит надо запретить. То есть это вот основной такой проблемный вопрос, который хотелось бы отрабатывать и понимать это то, что лучше, конечно, что-то приложить к этому усилию, чтобы люди могли этим пользоваться, нежели просто запретить. Тот же самый вопрос у нас касательно пирса. То есть у нас есть на скальной тропе пирс, где пользуются этим пирсом предприниматели, оказывающие услуги водного транспорта. Я посчитал, сколько у нас водного транспорта, всего предпринимателей, кто готов эти услуги оказывать. И у меня получилась цифра, что в день они перевозят 5000 пассажиров. Каждый день перевозят 5000 пассажиров. Вы понимаете, то есть для туризма какой это сегмент, рабочий сегмент, который созданный без участия государства. Люди сами создали это. Они сами вложили свои деньги. Они сами построили себе какие-то причалы. Учитывая, конечно, какие-то нормы безопасности, они построили. То есть это другая тема для разговора. Но это есть. Это есть, они это используют, и они осуществляют эти услуги. Буквально два месяца назад с отдела ЖКХ городского акимата приходили исполнительные работники, которые пытались просто срезать их. Потому что он находится не на балансе ЖКХ, или же они не хотят нести ответственность за него, или же это еще какие-то причины. Поэтому этот вопрос очень злободневный. И хотелось бы тоже ему уделить максимум внимания, потому что мы сейчас говорим о морском туризме. О морском туризме в целом. То есть если, скажем, рассматривать туристические направления в Мангистау, они у нас делятся на две части. Соответственно, это сакральные места, мыс Устюрт, плата Устюрт, сакральные места, достопримечательности, именно пейзажи, Болжера и так далее. И море. Я говорю сегодня сейчас чисто о морском туризме. Вот о морском туризме. Что мы делаем в этом направлении? Как мы можем помочь развиваться этому направлению? Вот в данном случае с прокатом лодок, с прокатом лодок, вопрос только один. Не мешать. И все. Не мешать. Дать людям возможность дальше продолжать работу. Чтобы они платили налоги, соответственно, чтобы у них были кассовые аппараты, следить за безопасностью. Они все сами. Они купили себе катамараны, они взяли себе кредиты, они купили себе все средства безопасности, двигателя там, обустроили этот причал. Они вложили туда немало там денег. В общем, да. И этот вопрос у нас также самое вот находится в подвешенном состоянии. Остановить вот это вот вандальное разрушение уже построенного нам удалось там какими-то усилиями объяснить, что нельзя этого делать. Потому что, ну, закрывать это направление нельзя. Вот. Поэтому, конечно же, хотелось бы управление туризма, чтобы как-то нас в этой области нас поддержали. И мало того, чтобы поддержали, чтобы именно стимулировали и давали возможность людям работать. Причем для этого не надо денег. Не надо. Люди сами все покупают себе. Просто дать возможность. Все. То есть защитить вложенные средства. То есть люди вкладывают в это средства, они строят себе причалы, покупают это все. и завтра, если мы не соответствуем юридическим каким-то нормам, то, соответственно, приходят и все это могут на полном основании все это разрушить, убрать. Вот. То есть вот эту вот часть хотелось бы, конечно, защитить. Вот. Вот. Ну и то, что вы задали вопрос о принципах при разработке туристических объектов, это прежде всего идет у нас учет текущего состояния территории. То есть когда мы разрабатываем объект, то, конечно, происходит анализ существующей территории. Вот. Возможность ее перспективная для использования в туристических целях. Значит, второе, это учитываем интересы туристов и турпотоки. То есть здесь тоже происходит анализ в этом плане и смотрим, насколько людям удобно подойти к этой территории и сколько у них занимает это времени, денег там и так далее. Третий вопрос это необходима инфраструктура. Конечно, потому что объект должен обязательно быть и с санузлом и с другими и со светом, в общем, да, и с канализацией, с водой. Ну, это уже, как говорится, как получится, да? Вот. И четвертый это бизнес. Бизнес и архитектура. То есть, безусловно, объект должен приносить предпринимателю, чтобы он содержался, он должен приносить какую-то прибыль. Безусловно, да? Вот. Поэтому эти четыре основные показатели учитываются при разработке этих территорий. вот. Хорошо. Вас услышали. Теперь хочется услышать уважаемого Родила и Монгалиева насчет вот нашей боли, что вот нужно поддержать, помочь, стимулировать наш народ, который уже готов, который уже идет к развитию нашего туризма в нашем регионе. Как у вас что есть сказать? Да, есть что сказать, конечно же. В плане, как я озвучил ранее, имеется меры государственной поддержки именно при поддержке правительства, при поддержке Министерства туризма и спорта, казахтуризма. Сейчас у нас получается по, скажем так, по линии местных исполнительных органов имеется какие меры господдержки? Это возмещение части затрат при строительстве объектов туристической деятельности, то есть это у нас база отдыха, гостиницы и ряд других объектов. То есть вторая мера господдержки это возмещение части затрат при строительстве объектов при дорожном сервисе, возмещение части затрат при покупке транспортного оборудования, там здесь в этом мере господдержки 25%, по тем по первым двум 10%. Четвертая мера господдержки это у нас субсидирование на содержание санитарно-гигиенических узлов. Там получается в месяц потенциальной предматчивой представляется 83 тысячи тенге в один туалет. И в целом кроме того у нас для потенциальных предпринимателей инвесторов имеются и другие преференции. Это такие как государственные натурные гранты, освобождение от налоговой преференции, то есть налоговая преференция, освобождение от налогов, от КПН, от НДС, от надземли, потому что буквально позапрошлым году были внесены изменения в части инвестиционной преференции. Там получается в случае определения проекта приоритетным туристским проектом там снижена стоимость, пороговая стоимость именно с 2 миллионов МРП до 200 тысяч МРП. То есть на сегодняшний момент там свыше 700 миллионов тенге любой предприниматель, любой инвестор готов, который готов вложить средства строительства гостиницы, базы отдыха, визит-центра, кемпинга, к примеру, объекта предпринимательства, он полностью может воспользоваться такими преференциями. Хорошо. Как ваше управление сотрудничает с частным сектором и с местными сообществами для достижения общих целей развития туризма? Вот как раз таки мы говорим. Почему бы просто не разрешить этим людям, которые начали свой бизнес без поддержки государства, им запрещают работать, им запрещают зарабатывать, развивать туризм? Вот именно этот вопрос давайте решим сейчас. Решить? Сейчас, в данный момент надо это комплексно подойти. То есть нужно подойти совместно с бизнес-сообществом, совместно с акиментом города Актау, потому что эта территория все-таки принадлежит территориально Актау. Поэтому в ближайшее время думаю, это на повестке будет стоять и это обязательно мы обязательно поднимем данный вопрос бизнес-сообщества. У нас как раз таки в регионе функционирует ассоциация туризма Макисадской области, отраслевой совет при палате предпринимателей Макисадской области Атамикен и сами туроператоры турфирмы гостиницы любой желающий мы готовы взять на повестку обязательно как раз таки с Маратом еще раз обговорим какие детали какие проблемы вопросы и мы готовы рассмотреть и проработать. Какие меры ваше управление предпринимает для устранения вызовов таких как сезонность перегрузка туристических объектов? Действительно ну Макисадская область понимает то что мы являемся Актава является единственными морскими воротами Казахстана мы Макисадская область Макисадская область граничит с пятью странами такие как Россия Азербайджан Туркмедсан Иран и в целом я бы хотел отметить то что действительно самая главная фишка это у нас Каспийское море это действительно развитие пляжного туризма и у нас сезон пляжного туризма почти до пяти шести месяцев варьируется остальные месяцы вне сезона конечно же наблюдается но во всяком случае у нас есть другие виды туризма которые мы можем развивать которые и так развиваются то есть это экологический туризм это сакральный туризм то есть у нас есть вы сами понимаете то что Магисад это у нас музей под открытым небом у нас только историка культурных памятников объектов петро петроглифов петроглифов есть такие святые места как бекетата шахбата хараманата султанапа и другие поэтому и в этом направлении вне сезона скажем так вне летнего сезона наблюдается поток потому что люди с разных стран мира готовы посетить такие места и одним из таких мест популярных знаменитых скажем так это ущелье Божира согласно с данным у нас по итогам 23 года саму Божиру посетили более 3,5 тысяч человек в 23 году для сведения просто там более тысячи человек то есть поток рост в 3 раза поэтому у нас столько красивых замечаний удивительных мест кроме Божиру у нас есть гора Шеркала Абектосай Айракты Тамжалы Мысылган я на этом месте вас перебью как туда добраться да у нас смотрите наше управление предоставляет соответственно закон о туристической деятельности турлицензию в рамках этой турлицензии у нас в области на сегодняшний день работают 17 туроператоров и этими же 17 туроператорами сформированы более 200 турмаршрутов поэтому любой желающий любой гость они могут как раз таки мы можем связать они доступны они в интернете они в инстаграме и они предоставляют свои услуги услуги гида транспортные услуги питания это без проблем в этом направлении для некоторых наших гостей услуги вот транспорта как доехать туда получаются недоступными по стоимости ну по стоимости есть ли у вас какое-то управление департамент который как-то делегирует по стоимости нет смотрите по стоимости все-таки государство не должно вмешиваться это рынок определяет цены рынок определяет стоимость спрос продаж предложения поэтому в этом направлении здесь цены скажем так чем больше туроператоров там допустим это конкуренция чем больше конкуренции тем больше смотрится конечно каждый туроператор будет устанавливать свои цены и зависимости от цен зависимости от туроператора скажем так любой турист любой гость желающим сам предпочитать может сам выбрать да то есть ценовая политика полностью в их распоряжении да это рынок окей так Марат как вы оцениваете влияние вашего проектирования на развитие туризма в целом и на местное сообщество в частности ну то что сделано то сделано это видно и у нас есть планы по дальнейшему развитию береговой линии от скальной тропы в сторону до стара у нас там целая часть 2 километра это идет вдоль первого микрорайона которое исторически было местом пляжа для купания да и эти проекты тоже эскизные есть в разработке нашей проектной компании да и хотелось бы тоже подойти к ним серьезно в плане финансирования необходимости реализации вот и кстати вот опять же такие о проблемных вопросах связанных с пляжным с пляжным отдыхом то есть морской туризм безусловно включает в себя пляжный отдых вот и в черте города мы наблюдаем только для для купания один единственный пляж возле ресторана карвон возле четвертого микрорайона возле яхт-клуба там значит у нас есть это место где происходит заиливание вот и там нужны дноочистительные работы и конечно же предприниматели не смогут взять на себя эти расходы вот это место с годами забивалось постепенно водорослями значит там иловые отложения вот и если их один раз убрать то хватит еще надолго чтобы люди могли спокойно заходить в это место вот ну и услуги услуги которые предоставляются на пляжах вот они тоже конечно не могут обойтись и без поддержки без поддержки Акимата управления туризма это морской отдых это прежде всего контакт с морем это какая-то динамика это водные лыжи кайтинг дайвинг это подводная охота это саббординг виндсерфинг яхтинг это большой очень комплекс услуг которые хотелось бы чтобы мы стимулировали стимулировали если мы их не будем стимулировать то развиваться оно никак не будет то есть человек который обладает этими данными который готов обучать допустим виндсерфингу готовы обучать или готовы обучать дайвингу их в нашем регионе единицы и они уже не раз обращались и все время натыкаются на какие-то бюрократические запреты вот начиная от согласования с Уралокаспийским бассейном вот это вот конечно тема которую я думаю мы обсудим ее уже более тесно потому что все что можно расположить и узаконить на береговой линии должно быть согласовано с Уралокаспийским бассейном и при этих согласованиях всегда получается нет он никогда не согласовывает то есть какие-то объекты по звонку по каким-то правительственным толчкам по толчкам сакимата да тогда можно а предприниматель который хочет грубо говоря поставить там санузел где-то там санузел поставить место чай-кофе какой-то навес или тот же самый визит-центр упирается в согласование с Уралокаспийским бассейном это конкретный пример то есть у нас есть то есть федерация воднолыжного спорта которая получила получает земельный участок они не могут сейчас согласовать именно по этой причине но это тоже тема как бы для более детального рассмотрения но так сказать если в общем посмотреть то конечно же морской туризм он многообразен и без влияния без заинтересованности отдела туризма и акимата он не сможет развиваться безусловно поэтому в этом плане хотелось бы получать поддержку я бы еще хотел спросить как вы обеспечиваете доступность и безопасность туристических объектов и маршрутов для всех посетителей особенно включая людей с ограниченными возможностями безусловно ну тут опять же таким приведу пример скальной тропы то есть когда мы ее проектировали это был значит 21 год 20-21 год был когда мы сдавали этот проект осуществляли да специально я собирал в областном акимате общество инвалидов предоставили додавал им презентацию этого объекта вот у нас получается что на скальную тропу люди с ограниченными возможностями могут подойти с трех сторон это со стороны Каспийской ривьеры то есть там везде пандусы есть подъезды со стороны четвертого микрорайона смотровой площадки есть парковка место для инвалидов туалет для инвалидов специально оборудованный по туалетам тоже отдельная тема они получается как спускаются нет они не спускаются они сверху со смотровой площадки могут это проехать посмотреть и туалет для инвалидов это тоже является одной из в общем одним из показателей нашим доступом да 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 их три туалета и везде есть места для инвалидов но вопрос опять же такие все время проблемные вопросы поднимаю что делать мы для этого и собрались чтобы не рассказать какие мы хорошие а решить вопрос поднять эти вопросы и решить эти да туалеты не работают эти три туалета они не работают там есть специальное оборудование там есть насосы там есть подведенная вода там есть канализация все хозяин нужен нужен тот кто этим управляет вот чтобы у кого-то была эта ответственность чтобы открывал закрывал сидел получал какую-то там прибыль с этого туалета а в итоге сейчас появляет я вижу то что бабушки ходят с ведрами где-то набирают как-то смывают хотя туалеты оборудованы выполнены нами очень качественно с трапиками со сливами со шлангами то есть подключай воду есть канализация следи за насосами все это дело будет чисто аккуратно красиво и круглосуточно можно работать то есть это вот по туалетам да мы же про инвалидов про инвалидов да и третий проход у нас это со стороны ресторана карвон со стороны яхт-клуба туда тоже есть проезд и опять же таки там стоит санузел тоже оборудованный для людей и на пляже на пляже также компания которая сейчас взяла в управление именно этот пляж они тоже сделали пандусы и сделали специальный настил для того чтобы инвалиды могли подходить там и купаться в море вот есть еще проекты которые которые могли бы послужить хорошим хорошим значит использованием для людей с ограниченными возможностями но опять же таки это вот уперлось в этот Уралокаспийский бассейн то что нам не нам а этой компании там не давали не дают возможность там построить и сделать это да то есть вот как бы тоже вопрос для обсуждения уже более детального ответил спасибо ответ принят вот Марат упомянул перечислил спектр туристических услуг именно морских да вот серфинг яхтинг и так далее какие основные стратегии стратегии программы ваше управление готово разработать для развития именно этого морского туризма готово разработать как сказать это мягко сказано это уже имеется у нас стратегические документы это не только по углу это пока основном разработаны это утвержденные постановления правительства концепция первую очередь концепция развития туристской отрасли на 23-29 годы оно охватывает получается три направления это в первую очередь обязательно про инфраструктуру это событие имиджу мероприятия это реализация проектов кроме того у нас получается по Мангистасской области имеется дорожная карта развития теплого пляжа также имеется дорожная карта развития туризма именно в рамках топ-20 туристических дестонаций то есть в данной дорожной карте по теплому пляжу это у нас те проекты которые находятся на территории теплого пляжа там где Риксос там где тематический парк уже успешно реализованы успешно запущены благодаря которым уже у нас поток туристов из года в год увеличивается сейчас получается на этой территории уже в принципе они практически готовы они уже построены просто сейчас требуется поддержка со стороны проработка вопроса со стороны банка проработка ну это уже между двумя хозяйственными субъектами вопрос и в целом в той дорожной карте касательно топ-20 там уже имеется направление в части реализации инженерной транспортной инфраструктуры то есть как вы сами знаете у нас в эти локации там где много посещаем туристами требуется подведение автомобильной дороги по данному направлению нашими коллегами с управлением транспорта автомобильной дорог ведется соответствующая работа по разработке поезд и в ближайшем будущем в рамках этой дорожной карты мы должны исполнить свое время некачественно и кроме того у нас в регионе реализуется комплексный план социально-комиссий развития Мангксовской области который тоже охватывает ряд отраслей экономики в том числе и туризм и также план развития области тоже имеется раздел туризма поэтому все вопросы которые были озвучены здесь в студии они также имеются в этих стратегических документах поэтому по этим мероприятиям мы будем отрабатывать спасибо могу я задать вопрос у нас уже время 40 минут уже прошли это было очень интересно послушать ваше экспертное мнение спасибо за уделенное время за ценное время что согласились стать моими гостями хочу обратиться к нашим телезрителям поблагодарить вас за то что вы были с нами берегите себя и своих близких в студии была Саида шахсултан и Субтитры создавал DimaTorzok